МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите Первый Мэтищенский. В эфире информационная программа День в этом выпуске. Телезрителям Мэтищ подробно рассказали о цифровых пропусках. Внутри этого кода содержится информация о адресе вашего местонахождения. Челобить его выяснение отношений между соседями закончилось перестрелкой. Как помочь детям на карантине? Советы психолога. Книжки для детей, для младшего возраста. Студенческие будни дома. О получении высшего образования в режиме самоизоляции расскажет мой коллега Кирилл Тридуб. Теперь подробности. Почти 3 миллиона электронных пропусков было выдано в регионе за 3 дня. Проблемы с получением цифрового документа лично отслеживает губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он отметил, что первый день работы системы был сложным. Трудности испытывали как водители автомобилей, так и пассажиры общественного транспорта. Губернатор поблагодарил жителей региона за понимание. Порядок цифрового пропуска и проблемы, возникающие во время этой процедуры, обсудили и мы в программе «Диалог с властью». В прямом эфире на вопросы телезрителей ответили заместитель главы администрации Ирина Шилова и Евгений Глинкин. Внутри этого кода содержится информация о адресе вашего местонахождения, адресе пребывания и цели посещения, куда вы идете. То есть цель перемещения. Более того, есть фамилия, имя, отчество, и она сверяется с паспортными данными, которые также необходимо предъявить. Там есть фотография. То есть, грубо говоря, вбивая этот код, сама процедура занимает до 10-15 секунд. Сотрудник правоохранительных органов или уполномоченный на это сотрудник, они проверяют данные «Вы это не вы», «Двигатель сливы по заданному маршруту». И, собственно, таким образом осуществляется контроль. Также гости студии подробно рассказали, какие меры поддержки бизнесу оказываются на всех уровнях власти. А также предупредили об ответственности работодателей за несоблюдение санитарных норм. Все же сейчас самая приоритетная задача – помочь малому и среднему бизнесу. Компенсируются затраты предпринимателей на приобретение оборудования, на оплату лизинга. По местному бюджету мы точно также будем проводить этот конкурс. Где-то в сентябре надо следить за нашей информацией. По предварительным данным, за сутки в городском округе Мытищи выявлен еще один пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день количество заболевших в муниципалитете составляет 157 человек. В Московской области за сутки выявлено 472 заболевших. Общее количество инфицированных в регионе превысило 3,5 тысячи. Выздоровело 105 человек, скончались 40. Административное дело может стать уголовным. Мытищница Александра Стапенко оказался под обстрелом после того, как перекрыл шланг, через который прямиком на поле сливались нечистоты. Случай произошел в деревне Челобитьево. Надежда Звягинцева встретилась с потерпевшим. И вот льется. И прямо вот так вот. Александр Стапенко – волонтер команды помощи среднеазиатским овчаркам «Алабай Хелп». В деревне Челобитьево находится приют для животных, по тем или иным причинам лишившихся дома. В тот вечер мужчина приехал на участок, чтобы проверить, как чувствуют себя собаки, привез им корм. Но когда парковался, заметил на земле пожарные рукава. Увидел, что у соседей у наших протянуты рукава с территории пожарные. И идет откачка фекальных масс нечистот. Потому что это было неоднократно. Я уже как бы знаю, что это такое, как он там откачивает. Я прямо колесами своего автомобиля наехал на эти шланги, вышел из машины и пошел снимать на телефон, фиксировать административное правонарушение. Чтобы потом передать в администрацию, соответствующие органы. Чтобы они привлекли данного гражданина к ответственности. Александр нажал кнопку видеозаписи на своем телефоне и проследил, куда сливаются нечистоты. Оказалось, прямиком в поле. Там уже образовалась внушительных размеров зловонная лужа. Интересно, что буквально в нескольких шагах находился стационарный, несанкционированный канализационный сток, который мужчина обнаружил и перекрыл несколькими месяцами раньше, во время очередного субботника. Я ему неоднократно пытался указать на это нарушение. Я говорю, ну что ж ты делаешь, да, вот. Ну, он не слышал ничего. Ну, пришлось ему эту трубу просто вскрыть, вот, своими силами ее затомпонировать. И все. Ну, естественно, а теперь, когда у него все это дело накапливается, учитывая, что у него живут жильцы, там он сдает комнаты, углы, не знаю, там, что он еще там сдает. Вот, естественно, куда-то это все надо девать. Видимо, вызвать осенизатора сосед собачьего приюта не смог или не захотел. Под покровом ночи он решил проложить временную трассу. Однако и в этот раз все пошло не по плану. Более того, теперь административное правонарушение может стать уголовным преступлением. Когда Александр возвращался к машине, на него набросилась женщина-соседка собачьего приюта. Она бросилась на меня с кулаками, в общем-то, с нецензурными выражениями, там, что я такой-то сикой-то. Стала меня бить, в буквальном смысле сбивать. Пыталась там отобрать телефон, криками, отдай телефон, там, ты там такой-то сикой-то. Вот, естественно, тут же подскочил ее муж, вот, начал меня там обсыпать проклятиями, вот, и она, избивая меня, пытаясь, да, избить его, вот, крикнула, Володя, неси пистолет. Володя долго думать не стал и сбегал за пистолетом. С криками, я тебя сейчас там убью, тварь, вот, выстрелил в мою сторону, да. Вот, после чего, в общем-то, они оба испарились у себя там за территорией, вот, на своей территории. А мне ничего не оставалось, как вызвать наряд полиции по 112. Когда приехал наряд полиции, стрелявший скрываться не стал, открыто признался в содеянном. Судя по всему, сосед собачьего приюта чувствует себя настолько уверенно, что даже пока происшествием занимаются правоохранительные органы, он продолжает сливать нечистоты в поле и загрязнять окружающую среду. Надежда Звягинцева, Константин Химичев, Первый, Матичинский. Сейчас 32 тысячи матичинских школьников проходят обучение в режиме онлайн. И если первые дни сложности были, то сейчас такая дистанционная образовательная система вызывает все меньше нареканий. Однако многие родители, впрочем, как и педагоги, обеспокоены, что новая форма обучения и режим самоизоляции впоследствии могут привести к проблемам с режимом ребенка и дисциплиной. Сегодня даст советы и ответит на вопросы психолог отделения медицинской реабилитации детского клинического многопрофильного центра Московской области Людмила Андронова. На ночь ни в коем случае никаких ни телевизоров, ни мультфильмов, ни активных игр. Это чтение книг, рисование, что-то спокойное. А уже утром, если у вас все-таки занятия начинаются в 10, и не думают, что сейчас стоит прям будить ребенка активно. То есть можно дать ему немножко чуть дольше отдохнуть, чуть дольше отдохнуть с утра, потому что обстановка карантина, изоляция все-таки немножко меняет режим дня. Соединяйтесь вместе со своими детьми, объединяйтесь, готовьте вместе завтраки. Ну, это чтобы отвлечь их от гаджетов, от игр. Вместе обеды, да, пусть они помогают вам во всех бытовых делах. Вам только кажется, что им это неинтересно. Просто вы их об этом не просите, не просили раньше. Вот и все. Некоторые родители в классе негативно относятся к дистанционному обучению. Просто забивают на него, разрешают своим детям пропускать уроки под разными предлогами. Дочь 13 лет просит тоже иногда пропустить, я не разрешаю. Она говорит, мама, тебе жалко, ты злая. Пытаюсь объяснить, обижается лучше, как лучше поступить в такой ситуации. Вы поступаете абсолютно правильно. А после того, как мы вернемся к обычному порядку нашей жизни, придется его соблюдать. И если сейчас вы дадите слабину, то в последующем, когда мы выйдем уже в процесс обучения, будут большие проблемы. Вы объясняйте. У нас своя семья, у нас свой порядок, у нас устроено так. Другие родители, мало ли, что у них может быть связи не быть, или они заняты, работают. Каждая семья решает за себя. У нас только так. Не надо путать заботу с поддержкой. Забота – это когда мы заботимся о беспомощных людях, о беспомощных животных, когда мы за них что-то делаем. А поддержка – это когда мы направляем и немножко, вот там, где мне непонятно, поддержу. Нет, за ребенка мы не держим. Мы, хочу подчеркнуть, во-первых, что мы не учителя. Мы родители, остаемся родителями. Потому что сейчас многие родители перешли на роль учителя. Нет, мы не учителя. Учитель, вот он дистанционный учитель. Поэтому мы поддерживаем. Только поддержка. Помощь, когда ребенок об этом просит. А так он делает все сам. Не просто сейчас и студентам, напомню, они также занимаются в дистанционном режиме. Корреспондент Первого Мытищенского Кирилл Тридуб, который сейчас находится в учебном отпуске, рассказал, как проходят его учебные будни дома. Подробности прямо сейчас. Сейчас у меня, как и у всех студентов в стране, обучение проходит дистанционно. К слову, учусь я в Российском университете кооперации на кафедре менеджмента и торгового дела. Стоит отдать должное нашим преподавателям, которые никогда не работали со студентами в таких реалиях. И в кратчайшие сроки смогли перестроить свой план, график и режим работы. Сам процесс обучения от этого хуже не стал. Напротив, мы получаем огромное количество заданий, и времени на отдых остается немного. Для этого существует множество программ, в которых мы работаем и учимся. Создана корпоративная почта, новое расписание занятий. И теперь все онлайн. Конечно же, не хватает личного контакта с преподавателем, но они всегда открыты для нас, студентов. Ну и во всем есть свои плюсы. Онлайн-обучение это не так плохо, ведь отсутствует дорога до вуза и всегда вкусный чай во время ляльцы. Независимо, что у нас форма обучения немного изменилась, но процесс у нас продолжается. Работаем строго в соответствии с рабочей программой дисциплины. Стоит отметить, что всего в России около 4 миллионов студентов. И все они обучаются онлайн. Зачеты, экзамены и вся сессия будут проходить в таком же формате. Даже дипломники защищают свои работы через веб-камеры. Кирилл Трядук, Первый Матищинский. Игрушки, книги и сладости передали многодетным семьям участники акции «Мы вместе». Волонтерский проект Общероссийского народного фронта и молодежки ОНФ проходит во всех регионах страны. В Подмосковье он стартовал 14 апреля. Сколько мытищинских многодетных семей получат в подарки, расскажем в следующем сюжете. Весь четверг волонтеры Общероссийского народного фронта и молодежки ОНФ колесили по мытищам. Задача перед ними стояла непростая, но очень важная – доставить подарочные наборы многодетным семьям округа. Здесь мы видим книжки для детей, для младшего возраста и чуть старшего возраста книги. Большой, развивающий детский набор – игрушка. И более маленькая игрушка. Многодетных семей в мытищах больше тысячи, но волонтеры посчитали, что прежде всего книги и настольные игры необходимы в семьях, где родители воспитывают шесть и более детей. На сегодняшний момент мы зафиксировали в Московской области 1115 таких многодетных семей, у которых шесть и более детей. И в городском округе мытища таких семей 24. Полезным подарком родители и дети, конечно, рады. В семье Ульяновых растут 11 ребят. Недавно волонтеры привозили им продуктовые наборы, а уже сегодня они соберутся вместе за чтением новых книг и сыграют в веселую игру «Угадайку. Кто я?». Она, кстати, способствует развитию навыков рассуждения. Есть теперь чем заняться в период самоизоляции и другим многодетным семьям. Первые недели было ничего. Почитать, мультики посмотреть, позаниматься. Игры разные. Но сейчас уже тяжело. Бегаем из комнаты в комнату и кричим. Конечно, очень тяжело. Они все уже рвутся на волю. Хочется погулять, энергии много. Девать некуда. Акция «Мы вместе» проходит по инициативе Общероссийского народного фронта. 14 апреля она стартовала в Подмосковье. Сформировать наборы помогли предприниматели региона, а доставляют их волонтеры. Причем помощь оказывают и в виде продуктов. Если такая поддержка вам тоже необходима, вы можете позвонить по телефону колл-центра. Он работает круглосуточно. Через горячую линию или на сайте «Мы вместе 2020 РФ» каждый может предложить и свою помощь. Или стать волонтером. Юлия Федориненко, Денис Петров. Первом Итищинске. До Дня Победы осталось 22 дня. Сегодня в рубрике «Никто не забыт, ничто не забыто» мы вспомним о том, чем запомнился этот день в истории Великой Отечественной. 17 апреля 1942 год. Шел 300-й день войны. В этот день наши корабли в Баренцевом море потопили танкер противника. На Ленинградском фронте завязалась нешуточная схватка. Наша часть под командованием Симонова нанесла противнику большой урон. Немцы потеряли только убитыми 120 солдат и офицеров. Там же, под Ленинградом, несколько объединившихся партизанских отрядов напали на 4 немецких гарнизона. Советские патриоты взорвали 5 складов противника, уничтожили 4 танка. В этот день, в 1942-м, в Берлине было очень тревожное положение. Население голодает, особенно тяжело приходится рабочим и семьям солдат. На улицах Берлина неизвестно кем по ночам расклеиваются листовки с лозунгами «Долой Гитлера, долой войну!» Одно из крупнейших воздушных сражений Второй мировой войны развернулось над Кубанью в апреле 43-го года. Немецкая сторона, пользуясь численным превосходством авиации, задействовала до 1200 самолетов, чтобы сорвать наступление Красной Армии. Таких боев, отмечают историки, в истории Великой Отечественной больше не было. Спор за господство в небе над Кубанью вели лучшие немецкие асы и наши легендарные летчики Дмитрий Глинка и Александр Покрышкин. Именно во время этой напряженной битвы за небо сформировался особенный способ авианалетов, прозванный кубанской этажеркой. За несколько дней Покрышкин записал на свой счет 10 сбитых мистер-шмиттов. Именно за бои в небе над Кубанью Покрышкин получил свое первое звание Героя Советского Союза. Немецко-фашистская армия продолжала свирепствовать в Ленинградской области. Из воспоминаний местных жителей. За время немецкой оккупации в деревне умерло от голода 150 человек. Крестьянам было воспрещено ходить в лес. Немецкие палачи расстреляли собиравшихся в лесу. Отступая, немцы подожгли деревню. Огнем уничтожено 46 жилых домов и много хозяйственных построек. Апрель 1944 год. На Севастопольском направлении наши войска продолжали наступление. Немцы укрепили рубежи на реках Бельбек и Черное. Наши войска под прикрытием артиллерийского огня продвигались вперед. В ходе боя противник понес большие потери. Было уничтожено более тысячи немцев. Немецко-фашистские захватчики продолжают запугивать население прифронтовых районов Румынии дикими небылицами о Красной Армии. Под влиянием этой лживой фашистской пропаганды некоторые жители городов и сел в Румынии скрылись в леса. Из воспоминаний очевидцев. Нам твердили, что русские будут сжигать наши дома, а нас убивать. Сейчас мы убедились, что все это немецкие враги. Солдаты Красной Армии – культурные люди. В первые часы вашего прихода мы были напуганы, а теперь полюбили вас всей душой. 17 апреля 1945. Красная Армия сражается на подходе к Берлину. Немецкое командование бросает все силы на оборону Зиеловских высот. Строится четыре ряда заградительных сооружений. Отряды Гитлер-Югенда принимают последнюю присягу. Америка прощается с президентом Рузвельтом. До Дня Победы оставалось 22 дня. Алсу Калимулина, Первый Мытищинский. Смотрите во второй части выпуска после блока социальной рекламы. Поделитесь идеями, как провести время с пользой в самоизоляции в рубрике «Друг для друга». Вместо одежды – защитные костюмы. Индонезийское ателье подстраивается под новые условия жизни. Поющие балконы. Участвуйте в акции и поддержите врачей. А сколько времени нужно, чтобы научить детей быть хорошими пассажирами? Что в автомобиле нужно вести себя спокойно, пристегиваться. А ремнем или в кресле зависит от роста или веса. Не так много. Дети быстро все схватывают. А сколько времени нужно вам, чтобы понять, что безопасность своего ребенка можете обеспечить только вы? Для этого пройдите авторизацию и осуществите вход на региональный портал государственных услуг Московской области. Выберите категорию «Карты». Заполните все поля и перед отправкой проверьте правильность заполнения. Проверить статус заявления вы можете в разделе «Обращения». Для получения карты обратитесь в МФЦ. Для этого вам понадобится номер заявки, документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий право на льгот. Для активации карты оплатите ее залоговую стоимость на сайте стрелкокарт.ру или в мобильном приложении. Пополняйте карту быстро и без комиссии на официальном сайте и в мобильном приложении стрелкокарт.ру. Сегодня в нашей традиционной рубрике «Друг для друга» мы узнаем, как мытищенцы проводят время дома, а также вновь отправимся в гости в клуб «Активное долголетие». Напомню, пока он работает в режиме онлайн, но главное – занятия продолжаются. А общаться участники движения могут в комментариях. Как продлить свою молодость, знают участники клуба «Активное долголетие». Раскрывает секреты подтянутой кожи тренер Снежана Галушевская. До карантина она ждала своих учеников на традиционные занятия. Сегодня демонстрирует эффективные упражнения на официальной страничке клуба в Инстаграм. Ставим ручки в треугольник и ведем к скулам. Чувствуете, как у нас кожица с вами разглаживается? Личико прогревается? Гимнастика для лица – основной курс Снежаны Галушевской. Недавно она начала еще один – развитие памяти. Подписывайтесь, чтобы не пропустить занятия. Кроме того, там педагоги клуба «Активное долголетие» рассказывают и о своих увлечениях. В студии умелые ручки научат, как самостоятельно сделать предметы интерьера, которые украсят ваш дом. Последнее занятие посвящено пасхальному декору. Вот что у нас получилось. Также нашу композицию я украсила веточками вербы. Пробуйте, творите, создавайте настроение. А вот юные мытищинцы выступают за активный досуг и выбирают спорт. Ученик 4-го класса школы номер 28 Алексей Гончаров совмещает дистанционное обучение с домашними тренировками. Своего папу он привлекает для игр в шахматы или мини-футбол, а вот дзюдо занимается самостоятельно. Анна Мусаликина, Роман Белов, Первый Мытищинский. Жительница Индонезии в связи с пандемией коронавируса перепрофилировала свою швейную мастерскую в фабрику по производству защитного облачения для врачей. Она говорит, что решилась на это после того, как ее друзья-врачи рассказали о нехватке халатов и других средств защиты. В этой индонезийской швейной мастерской в провинции Западная Ява раньше краили ткань для разнообразных нарядов. Теперь здесь делают только одну продукцию – защитные костюмы для врачей. Владелица предприятия Мария Тиди Мурси говорит, что начала беспокоиться о своих друзьях, которые работают в местной больнице в середине марта. По телефону они рассказывали, что им не хватает защитного облачения, включая халаты и маски. Из-за этого они сами подвергаются риску, а еще могут заразить других. «Многие больницы были недостаточно подготовлены, у них не было защитных костюмов. Поэтому, когда врачи взаимодействовали с пациентами, то заменяли костюмы дождевиками или полиэтиленовыми пакетами». Мария Тиди не знала, какими должны быть защитные костюмы, поэтому сначала проконсультировалась со своими друзьями-медиками. После этого обзвонила в швейный мастерский и предложила присоединиться. В итоге вызвались пять небольших компаний. Они согласились вкладывать в цену костюма только размер платы работникам, а о прибыли пока не думать. Затем Мария Тиди начала собирать средства в социальных сетях, а ее друзья помогали распространять информацию о компании. «Чтобы начать производство, нам нужны были определенные средства. Мы с друзьями начали компанию по сбору средств, а реакция была очень хорошей. Многие захотели присоединиться и помочь. Вначале я собиралась пожертвовать больницей 50 защитных костюмов. Но в итоге нам удалось шить уже тысячу». За неделю друзья собрали около 4 тысяч долларов. Затем составили список из 20 больниц, которые остро нуждаются в защитных костюмах. «Если честно, от нас это лишь небольшой вклад. Я также вдохновляю своего друга, у которого такой же бизнес, чтобы он тоже помогал шить защитные костюмы. Тогда все врачи и медсестры, которые лечат пациентов с COVID-19, смогут почувствовать себя увереннее». Все костюмы больницы получают бесплатно. Их доставляет еще одна группа волонтеров. Завтра музыканты «Мытищи» исполнят песни с балкона в поддержку медработников. В городском округе «Мытищи» пройдет акция «Музыка балконов» в поддержку врачей и медсестер, которые борются с вирусом и подвергают себя опасности каждый день. Инициатор проекта, руководитель молодежного продюсерского центра Московской области Анна Маринчева, поделилась, откуда возникла такая идея и поделилась кадрами с репетиции. Напомним, акция «Музыка балконов» пройдет в «Мытищах» завтра, 18 апреля, в 16 часов. «Идея возникла, на самом деле, когда мы только ушли на самоизоляцию, буквально через несколько недель, потому что была очень жесткая ситуация, была депрессия, и потому что не хватало людей. И сама общение, живого общения. И так как я сама педагог, и постоянно общаюсь с своими учениками, у нас постоянно каждый день были занятия, и этой эмоциональности, этого духа очень сильно не хватало. То есть было ощущение, как будто все застыло, время застыло, люди застыли, и как-то было очень тяжело. Еще к тому же я смотрела на улицу и смотрела, что очень много людей ищут это живое общение, все равно выходят на улицы, пытаются разговаривать, пытаются гулять и так далее. Хотя это запрещено сейчас, поэтому я считаю, что этот проект – это как раз та самая изюминка нашего проекта в том, что мы можем с другом коммуницировать через балконы, через окна, но мы можем увидеть друг друга, услышать друг друга. И я считаю, что это очень круто, когда мы можем друг друга таким образом поддержать. Так день прошел в Мытищах. Следите за новостями на официальном сайте и в социальных сетях. Прямо сейчас прогноз погоды. Спасибо, что были с нами и оставайтесь на Первом Мытищинском. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Крепление ее непрочно, а иллюзия опоры создается. Исключите все иллюзии. Безопасность, которую вы создаете, должна быть настоящей. Не оставляйте окна настиж открытыми даже в сильную жару. Специальные замки или решетки на окнах значительно снижают степень риска. Уберите от окон предметы мебели, по которым ребенок может взобраться на подоконник. Держите закрытую балконную дверь. Никогда не оставляйте ребенка в квартире одного без присмотра. Держите закрытую балконную дверь. При проектировании дороги необходимо учитывать все параметры. Разделить встречные потоки, учесть скорость движения. Но прежде всего безопасность, конечно. Думаете, превысить на 10-15 км в час не страшно? Это те самые 10-15 км, которые могут спасти жизнь вашего ребенка. Или забрать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok